Добрый день, Альберт Николаевич. Я рад приветствовать вас на Белорусской земле. Будьте добры, расскажите нашим зрителям о том, что привело председателя оргкомитета премии «Золотая колесница» в Экотехнопарк Skyway. Вы знаете, как история развивается по спирали, так и люди иногда встречаются, проходит достаточно много лет, и они встречаются еще раз. К этому, видно, подталкивают определенные события, происходящие в жизни этих людей. Мы с Анатолием Эдуардовичем и с проектом познакомились в Государственной Думе Российской Федерации лет 10 назад. Вот. И проект хорошо известен. Тогда все это имело, скорее, образ мечты. Был красивый презентационный фильм, были красивые рисунки, были красивые выступления. То есть, ну, понятно, что до этого Анатолий Эдуардович прожил до этого момента достаточно большое количество времени, вынашивая, то есть, ну, пытаясь реализовать проект. Вот. Так получилось, что впоследствии, спустя, по-моему, год или два, мы награждали проект струнного транспорта Юницкого премии, тогда еще российской премии «Национальная золотая колесница», потому что это действительно был прорыв, это был достаточно яркий, достаточно смелый, дерзкий проект, который, наверное, если бы звезды сложились лет 8-7 назад по-другому, он уже был бы реализован и, наверное, изменил бы жизнь людей достаточно серьезно. Вот. И сейчас так получилось, что и премия «Золотая колесница», она уже далеко вышла за пределы России. Сегодня это премия, которая объединяет около тысячи лауреатов, более чем из 80 стран. Вот месяц назад мы уже дошли до уровня ООН, проводили награждения там. И, соответственно, за прошедшие годы у Анатолия Эдуардовича тоже произошли серьезные изменения, и, в принципе, я сегодня испытал такой серьезный шок, потому что на протяжении многих лет, когда ты видишь презентации и рисунки, да, ты уже начинаешь понимать, что, наверное, это вот только останется рисунками. И когда ты видишь это вживую, это можно потрогать, и не только потрогать, но еще и проехать, да, то можно понять мое состояние. До этого мы провели серьезные переговоры на тему сотрудничества долгосрочного и партнерства в рамках реализации нашего международного проекта, потому что проект «Наша золотая колесница», которому уже 12 лет, он стал своего рода транспортным Оскаром и объединяет сильнейшие транспортные компании из многих стран мира, так же, как и… То есть в наших проектах много общего, поэтому, я думаю, наше партнерство в этом плане, оно может стать таким взаимополезным и взаимодвигающим вперед, потому что цели схожи, задачи схожи, мы пытаемся выявить лучше, показать это людям. Здесь транспорт будущего, да, уже не такого далекого, который тоже меняет жизнь людей к лучшему. И, соответственно, я здесь потому… Я здесь для того, чтобы, во-первых, испытать то состояние, которое я испытал от увиденного, да, мне очень приятно. И вы знаете, очень мало в мире людей, которые могут реализовать свою мечту или они видят реализацию своей мечты при жизни. То есть, допустим, лично у меня была цель, да, то есть довести уровень колесницы до общепризнанного, довести его до статуса, до организации объединенных наций. И это удалось сделать в прошлом месяце, когда мы проводили гранд-церемонию. И то же самое здесь, да, когда человек, потратив большую часть своей жизни на реализацию своей мечты, он может это увидеть. Он может это не только увидеть, он принимает самое активное, самое активное участие в доведении этого проекта уже до практического использования. И дай Бог здоровья, чтобы все это получилось, чтобы люди, пусть с небольшим опозданием, но они все-таки получили такой транспорт будущего. И точность дорогу. В Праге 23-24 числа у нас будет совместное мероприятие с Финансово-банковским советом стран СНГ, пражские деловые встречи, целью которых является интеграция стран СНГ в Европу. Соответственно, там будут присутствовать компании из стран СНГ и европейских стран, где мы планируем отметить заслуги и вполне заслуженно, вполне по делу Анатолий Едуардович и всей вашей команды, всего вашего огромного коллектива, результатом которой стал вот такой замечательный проект. Вот смотрю и вижу, как бежит Юнибус. Альберт Николаевич, не секрет, что ваша премия была присвоена также и бывшим партнером, ныне конкурентом Skyway, компании Adgex. Как это случилось? Что изменилось с той поры? И как вы можете сравнить уровни развития данных проектов сейчас? Ну, вы знаете, странно, даже не странно, а невозможно сравнивать несравнимые вещи. То есть, есть замечательный проект. Вот, например, даже далеко ходить не будем, а месяц назад в ООН мы от Италии награждали замечательный проект, называется «Шелковый путь». Замечательный проект, но сколько лет уйдет на его реализацию, даже представить сложно, особенно сейчас. Проект сам по себе хороший, это признают все. Причем проект, в котором задействованы министры нынешней ряда европейских стран, в том числе Китая, Россия, где задействованы мэры крупных городов. Суть проста – связать Китай и Европу высокоскоростным метро, которое пройдет и через Россию. Естественно, по пути маршрутов все мэры объединились в единую вот эту вот команду, которая готова этот проект реализовывать. Отличная команда, отличная идея, все понимают, в том числе и наука. Но реально назвать срок, когда этот проект может быть реализован, невозможно. То же самое и здесь. Я не буду углубляться в сходство различия технологий, скажу просто одно, что на тот момент, на уровне проекта, подавшего заявку от Австралии, да, это, по-моему, была единственная заявка от этой страны. Ничего криминального там эксперты не нашли, вот, поэтому… Но, опять же, это проект, который пока на бумаге проект. Поэтому, как сравнивать то, что сейчас находится в рамках проекта, да, бумажного проекта, сравнивать с тем, что уже реально существует, что реально есть. Есть стремление к мечте, да, есть мечта реализована. Вы эксперт в своей области. Каким, на ваш взгляд, будет транспорт будущего? Что сейчас только не увидишь. Поэтому о транспорте будущего говорить достаточно сложно, потому что беспилотные автомобили, о которых несколько пятилеток назад говорили, как о нечто таком недостижим. Сейчас, допустим, тот же город Лос-Анджелес, там больше половины автомобилей именно таких, да. Когда, там, офис Google, где стоянка на 50 тысяч машин для сотрудников, больше половины, там, люди подъезжают и втыкают в розетки на зарядке свои автомобили, да. Еще буквально, там, лет 10 назад об этом говорили, как нечто о таком отдаленном будущем. Там, ну, всевозможные дроны, которые уже поднимают людей. Ну, достаточно много всего. Другой вопрос, что просто традиционным видом транспорта, как там, железнодорожному, там, уже, да, как общественному пассажирскому, да, должны, наверное, прийти на смену. Другие системы, в том числе, почему бы и нет, вот тот же Skyway. По вашим сегодняшним впечатлениям от увиденного, Skyway – это транспорт будущего или все-таки настоящего? Лет пять назад я бы искал будущего, даже, наверное, еще года три назад. Вот, сегодня я могу сказать, что транспорт настоящий. Ну, очень приятно, да, когда будущее приближают обычные простые люди. Или необычные. Спасибо. 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 Спасибо.